МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Татьяна Ивановна, давайте начнем разговор с того, что завершилась первая четверть, и дети даже успели уже отдохнуть. Об итогах первой четверти? Итоги первой четверти у нас неплохие. Мы провели анализ, кроме тех школ, которые учатся по трехсместровой системе, это кроме 17, 19 и 22 школы. И мы можем сказать такие данные. На 4,5 наши ребята закончили 2223 человека. Отличников у нас в городе 334 человека, что составляет 5% от общего числа учащихся. А общая успеваемость составляет 97%. Итоги достаточно хорошие. Это о хорошем. Сейчас перейдем к тому, что у родителей всегда возникает очень много вопросов у родителей учеников городских школ о том, что за что нужно платить, за что не нужно платить. Собираются то на учебники в одной школе, в другой школе собираются, допустим, на охрану. Вот за что должны платить родители, а за что нет? Ну, наверное, скажем так. Общий бюджет школы, любого образовательного учреждения складывается из финансирования областного, из местного финансирования. И областное финансирование – это все образовательные услуги, которые предоставляет школа, включая и учебники, необходимые учебники. Местное финансирование – это, прежде всего, содержание школ. Это и отопление, коммуникации и так далее. И, конечно, скажем так, с учетом того, что нам предлагает сегодня рынок, книжный рынок, интернет и так далее, питание, скажем так, это все те индивидуальные затраты. Вот на индивидуальные затраты, конечно, мы обращаемся к родителям. Потому что чаще всего для того, чтобы ребенок полностью подготовился и к сдаче ЕГЭ, к сдаче ГЕА, и полностью освоил школьную программу. Наверное, одного учебника мало. Это и сопроводительные тетради, и дополнительная литература. Вот здесь приходится привлекать деньги родителей. И, конечно же, питание. Ну, это, естественно, в помощи самим ученикам. Это помощь, да, это помощь, конечно. Я думаю, каждый родитель заинтересован, чтобы ребенок все-таки расширил свой кругозор. И что касается, иногда задают вопросы, что собирают деньги на учебники. Это как раз и идет, дополнительные тетради, дополнительная литература. Ну, и есть у нас некоторые школы, скажем так, с малокомплектной школой, где денег, ну, несколько недостаточно для учебников, тогда приходится обращаться к помощи родителей. Ну, вот не секрет, что многие общепрозывательные учреждения требуют капитального ремонта или хотя бы косметического, да, вот что в этом направлении у нас делается в городе? Да, действительно, многие учреждения у нас требуют капитального ремонта. Естественно, мы все эти вопросы решаем, будем решать. Так, например, на 2013 год нами заложен капитальный ремонт школы номер 2. Это самая укомплектованная, скажем так, самая большая школа в нашем городе, где практически обучается полторы тысячи человек, и мы эту проблему будем решать. Ремонт школы, ну, скажем так, все по мере финансирования. Естественно, мы решаем самые острые проблемы. Это 10-я школа, рассматриваем вопрос капитального ремонта. Ну, и все остальные школы, скажем так, по мере поступления финансовых средств. Ну, если говорить уже, скажем так, о сделанных делах, о хороших, да, вот я знаю, что, по-моему, в многопрофильной лицеи было отремонтировать спортзал, да, еще какие-то... Многопрофильной лицеи, значит, там поменяли окна на пластиковые. Значит, продолжается ремонт, там некоторые были у нас проблемы с поставкой, скажем так, материала. Продолжается, заканчивается ремонт спортивного зала. Это 16-я школа, где полностью проведен капитальный ремонт. Так, ну и все остальное в планах. Может быть, я что-то упустила. Ну, если мы уже заговорили с вами о ремонтах, да, то не могу не спросить о детском саде Яблонька, который на Олимпе. Да, когда же он все-таки откроется, когда опять малыши смогут туда ходить? На какой стадии ремонт? Ремонт в завершении. Мы планируем открытие детского сада, и я думаю, он состоится на 99%, это 12 ноября. Значит, вся система отопления подключена. Значит, в данный момент у нас устанавливаются короба на батареи, на аккумуляторы, вот, для того, чтобы оберечь детей от ожогов. И мы планируем с понедельника принять детей в это образовательное учреждение, дошкольное. Да, со следующего понедельника. Ну, я знаю, что пока, скажем так, система отопления ремонтировалась в Яблонке, да, дети были распределены по другим детсадам. Что, наверное, немножко усложнило ситуацию, да, с наполняемостью детских садов. Да, некоторые группы в детских садах у нас, конечно, переполнены. Но вы понимаете прекрасно, я думаю, телезрители понимают, в том, что ремонт требует практически все образовательные учреждения нашего города. И нам эту ситуацию нужно принять, нужно понять и нужно помочь тому образовательному учреждению, где проходит этот ремонт. И принять этих ребят. И, скажем так, от управления образованием требуется только одно для того, чтобы ребят, скажем, оптимальным образом распределили в детские сады, там, или в какие-то образовательные, если касается школы. Ну, а родителям нужно набраться терпения и переждать этот период. То есть это не наше прихоти, это потребность. А вообще, если говорить о ситуации с местами в детских садах в целом, какова ситуация у нас в Дентраграде? Ну, очень радует, что детей становится больше. Естественно, не хватает количества мест в детских садах. Что касается западной части города, нашего соцгорода, то в данном случае мы обеспечиваем практически всех ребят, родителей, у которых маленькие ребята, местами в детских садах. А вот что касается Первомайского района и старой части города, здесь, конечно, проблемы. Но эта проблема решается. В данный момент у нас в ремонте два детских сада. Это детский сад номер 15, это порт, и ремонт детского сада номер 10. Это старая часть города. Планируется построение нового детского сада по улице Восточной. Значит, в 57-м детском саду на сегодняшний день мы открыли новую группу на 20 мест. Хорошая группа, замечательная. Значит, нами были открыты две новые группы в пристрое детского сада номер 45 «Журавлик» на 60 детских мест. Мы пытаемся решить проблему практически каждого ребенка. И если не хватает места в детском саду, например, Первомайского района, естественно, мы предлагаем место в детских садах западной части города, что, конечно, не устраивает родителей. Но мы, как только появляется такое место, бывает, приезжают, переводят, меняют место жительства. Мы этого ребенка, конечно, пытаемся устроить по месту жительства. То есть мы пытаемся решить все проблемы наших жителей. Ну, если я правильно поняла, то вы говорите, в планах открытия детского сада по улице Восточная. Это Олимп? Это Олимп. Неужели на Олимпе появятся вторые детские сады? Планы это далеко на будущее, да? И где это конкретно будет? Что за планы, что за садик будет? Насколько мест? На 800-й, ой, боюсь, местами я вам точно цифру сказать не могу. Но планируется построение нового детского сада. Значит, эта программа областная, до конца года планируется проектно-сметную документацию рассмотреть. И в планах мы заложили в бюджет на софинансирование этого детского сада строительства на 2013 год. Ну, а по срокам окончания строительства, и это все зависит, конечно, от финансирования строительства этого детского сада. Хотелось бы еще сказать, что в данный момент у нас идет процедура возвращения детских садов по Гончарова 4А и 11А СОЦГОРОДА. Вернее, они уже возвращены. Сейчас идет процедура, скажем так, придатия этим детским садам юридического лица. И после этого у нас будет опять-таки проектно-сметная документация на ремонт и возвращение этих детских садов в работу. Ну, это замечательная новость, и даже, скажем так, на будущее замечательная новость. Что все у нас получится. Если вот мы говорим с вами о нехватках, скажем так, в детских садах, а о нехватках кадров, существует ли такая проблема? В детских садах, в общеобразовательных учреждениях? Это достаточно большая проблема. Работаем с этой проблемой. Значит, на 1 сентября нехватка в детских садах, в флакантных мест у нас было 70, то в данный момент 54. Скажем так, проблема эта решается, ну, может быть, несколько, не так, как бы нам хотелось. Поэтому мы привлекаем, принимаем на работу сотрудников, которые, скажем так, не имеют образования, соответствующие работе в детском саду. Ну, естественно, я могу сказать, это менеджеры, это имеющие образование юристы. Однако, мы тут же решаем проблему о переподготовке этих кадров, направляем на курсы повышения, на курсы переподготовки и выдаем направление на заочное обучение в Ульяновске, в Казани. То есть, эту проблему мы решаем. Что касается молодых специалистов, мы очень надеемся на то, что у нас изменится заработная плата с декабря и на следующий год, с декабря этого года и на следующий год. И тем самым мы привлечем молодых специалистов. Значит, сотрудники детских садов обратились к нам с просьбой рассмотреть вопрос об открытии заочного отделения на базе какого-либо образовательного учреждения нашего города. И этот вопрос мы прорабатываем в данный момент. Ну, я думаю, что на такой позитивной ноте мы с вами завершим наш эфир, время которого подходит к концу, да? Мне хочется сказать, что если кто-то решит устроиться на работу в нашем управлении образования в учреждении, скажем так, дошкольной и общеобразовательной, либо, если есть какие-то вопросы, я думаю, что можно непосредственно обращаться в управление образования и найдутся все ответы. Я напоминаю телезрителям, что у нас в гостях была Татьяна Ивановна Романовская, начальник управления образования администрации города. Спасибо большое вам за беседу. Спасибо вам. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»